Еще раз всех приветствую, действительно, вот передаем привет в солнечной Казани, у нас прям такая прекрасная солнечная погода сегодня, и вот хотелось бы поделиться с вами непосредственно про мою работу, также вот, как вы уже сказали, про работу, связанную с порталом. Находясь в Казани, я стараюсь освещать знаковые события, которые так или иначе связаны с татарами в Санкт-Петербурге, в частности, также стараюсь делиться интересными местами Казани, в Татарстане в целом, публиковать про это материалы, также вот, что касаемо, также непосредственно Файды, Файда пользует, то есть, помогает развиваться нашим, так скажем, организациям в Татарском Санкт-Петербурге, потому что, действительно, если мы их не будем поддерживать, то на какую поддержку они могут рассчитывать, помимо нас. Также вот не так давно, уже под нашим крылом, Питер Татар, существует такое, назовем его, студенческое землячество, мы ведем наш телеграм-канал, у нас в телеграм-канал есть, уже более 300 участников, и наши беседы, в телеграме тоже уже 300 участников, то есть, мы общаемся активно со студентами при непосредственной поддержке постоянного представительства Санкт-Петербург-Минградской области, то есть, они помогают нам в организации мероприятий со студентами, выходить на ректоров, вузов и взаимодействовать со студентами, то есть, также, что касается взаимодействия со студентами, мы стараемся также сотрудничать с бизнесменами, предпринимателями Татарстана, которые проживают в Санкт-Петербурге, они помогают нам с точки зрения, что есть возможность предоставления практики для наших студентов, то есть, они готовы давать практические места, куда могут студенты приходить и получать практику, то есть, также, многие бизнесмены, как я уже сказал, они могут и уже предлагают вакансии, то есть, мы помимо того, что стараемся освещать, так скажем, культурные мероприятия, происходящие в Санкт-Петербурге, связанные с татарами, также стараемся работать со студентами, но не просто работать, но помогать им именно практически, то есть, получение практики и непосредственной работе, то есть, в трудоустройстве. Также, что говоря о себе, сейчас я вот уже нахожусь в Казани, стараюсь активно освещать нашу работу и здесь. Не так давно меня приглашали несколько раз, и на такую передачу на ТНВ, как Таяну на ФТЦ, где я рассказывал, он был непосредственным представителем нашего портала, также не так давно у нас вышло, вернее, записал интервью, дал интервью Татары Инфорум на татарском языке, рассказал про нашу работу портала, про наши мероприятия, про наши концерты, постарался поделиться вкратце об этом всем и надеюсь, в ближайшем будущем это интервью выйдет. И самое главное, что я хотел этим интервью дать, понять, что любые вот такие организации, где бы они ни ходились, они всегда должны быть, скажем, искать поддержку, то есть, они могут к нам обратиться за поддержкой, мы поможем им в развитии и так далее. И также, что касаемо наших татарских журналистов, то есть, на нашем портале, любой журналист может спокойно публиковаться, размещать свои материалы, то есть, мы всегда готовы к сотрудничеству. Также, находясь в Казань, скажем, я встречаюсь с студентами, которые учатся в КФУ, на юридическом статье, мы их опубликуем. Мы стараемся работать и с... Про наше, то есть, молодежное крыло, то есть, у нас дальше также мероприятия есть, непосредственно развитие в социальных сетях и, в целом, освещение нашей всей деятельности на портале нашем и на сайте. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Всем спасибо.